Мур, привет друг, это Зверько. Я уже горд за тебя, потому что ты нашел способ посмотреть мой ролик, обойдя все санкции, и я тебя не разочарую. В этом сезоне я опал твинка до мифа, от самого дона. Точнее с гранда. И знаешь, что я заметил? Мало кто говорит желанием отыгрывать линию опыта. Хм, интересно почему? Если ты хочешь узнать, как доминировать на линии опыта и кайфовать от игры, с тебя лайк, подписка и погнали! Общую тактику я уже показывал в этом видео, поэтому сейчас расскажу секрет абсолютного снежного кома. Хе-хе, кома. Первое, что нужно сделать, это выбрать мету. Хочешь побеждать на опыте 1 на 1, то выбор только за метой. Придется забыть о любимых персонажах и выкатывать их в обычки, как нормис. Кроме того, тебе нужно изучить сильные и слабые стороны каждого героя линии опыта. Именно знания позволяют побеждать. На момент выхода видео я рекомендую брать таких героев, как Чонг, Теризла, Тамус или Дариус. В идеале. Еще во время драфта тебе стоит дождаться выбора противника, кого он пикнет на линию опыта, и взять себе контрпик. Однако, есть нюанс в нынешней мете. Возможно, это будет лесник или даже роумер, потому что на эти роли также идут бойцы. Теперь, прямо на старте игры, тебе нужно взять себя в руки и не покупать ботинки первым предметом. На линии опыта редко происходят ганги, и нет смысла бегать далеко до пятой минуты. Взяв простой кинжал на плюс 15 физатаки, ты постепенно будешь обгонять противника по урону, если он, как и все, взял ботинки. Особенно удачный стартовый выбор. Это молот гнева с проникновением. Если же у тебя герой рассчитывает на броню, например, как Тамус или Бартс, то начни с защиты от физухи, либо магии, в зависимости от урона твоего противника на линии. Так вот, с кинжалом тот же Чонг за комбинацию наносит больше примерно на 350 урона. Вот и думай головой. Ролик прерывается срочным выпуском новостей. Скоро обновление на сервере, и там выйдет скин на твоего любимого героя. А чертовы санкции не позволяют его приобрести? Не беда, есть сервис Купикод Голд, где самые низкие цены, и ты сможешь купить внутриигровую валюту для своих любимых мобильных игр. А по промокоду ЗВЕР у тебя будет дополнительная скидка для алмазиков Mobile Legends. А главное, что дешево и безопасно. Смотри, заходишь по ссылке в описании, сразу авторизуешься через ВК или Телегу, чтобы копить бонусы. Писываешь ID и сервер своего аккаунта, не забываешь промокод, оплачиваешь и все. Вот страница твоего платежа. Иногда нужно перейти в игру, чтобы пополнение отобразилось. Купикод – это целая экосистема, в которой ты можешь тратить купикоины на все, что захочешь. Ссылка и промокод, как всегда, в описании и комментариях. Не упускай выгоды, друг. Продолжаем поистывание. Итак, пятиминутная ранняя игра. Прямо сейчас тебе нужно получить опыт быстрее, чем противник. Начинай игру с кустов. Первая атака должна в идеале добить последним хитом миньона и ударить по врагу. Если ты быстро забираешь миньонов и получаешь второй уровень, не просев по хп, то можешь попытаться атаковать врага. У тебя-то два навыка против его одного. И, как правило, в этот момент лесники все еще заняты своим лесом. Так что не должны прибежать на подмогу. Второй удобный момент для доминирования. Перед достижением четвертого уровня. За секунду перед достижением четвертого уровня. Тебе нужно быстро добить миньона и апнуть четвертый левел. Взять ульту и тут же атаковать противника. Если у вас в команде грамотный лесник, то он будет рядом, потому что подходит время черепахи. А уничтожив ражеского бойца и лесника, можно приниматься за черепаху. Кроме личного уничтожения, есть еще способ просаживать противника по опыту. Нанося урон, ты должен отогнать его под башню достаточно далеко. И встать таким образом, чтобы ты получал опыт от миньонов, а он нет. Недостаток этой тактики в том, что роумер, мидер или лесник противника могут попытаться прибежать и прикончить тебя. Нас будут наклонять, ставить на колени. Из плюсов, как я уже говорил, более низкий уровень противника в бою за черепаху. Также не забывай, линия опыта это не бой один на один. Помогая своей команде на твоей стороне карты, килл и ассист приносят опыт и золото. Нужно больше золота. Вторая тактика фарма. Ты не уничтожаешь маленькую баллисту, а останавливаешь ее рядом с твоей башней, чтобы бой миньонов происходил рядом с твоей башней. Тут тоже есть минус. Это отделяет тебя от леса и краба. Так что такой план пусть остается запасным, если вдруг не будешь вывозить файты. Еще одна хитрость. Если враг прыгнул на фонтан или ушел подфармиться в лес, засаду удобнее делать в кустах, которые ближе к его башне. Если он торопится зачистить своих миньонов, ты можешь развалить ему лицо, зайдя со спины. Здравствуйте, пробейте, пожалуйста. Но с другой стороны, из тех кустов далеко до твоей башни, поэтому оценивай риски. Когда ты начал доминировать, тебе нужно сохранить свое преимущество. Если ты ведешь по убийствам, не пытайся рисковать и забирать жертву под башней. Так растеряешь весь свой обгон. Если ты в данный момент доминируешь, то тебе нужно уже срезать волны. Низкий скип между первой и вторыми башнями или высокий между второй и третьими. После чего и идешь помогать своим товарищам по команде. Помни, что сначала зачистка волны и только потом ротация по лесу. Волна приносит больше опыта. Если противник обижен и унижен, пытается срезать твой лайн, то это просто подарок. Иди и накажи его. Но накажите! Накажите этих мразей! Без помощи союзников проигрывающий лайнер опыта вынужден застрять на своей полосе, чтобы хоть как-то догонять по прокачке. Если очень коротко, стартовый план такой. Задавить вражеского игрока, выиграть себе время для перемещения по карте и участвовать в боях, где у вас будет численное преимущество. Так ты будешь получать опыт и за миньонов, и за ганги, и немного с лесных крипов упадет. Но никогда не оставляй свою башню без присмотра, чтобы враг мог ее спушить. Таким макаром он даже из отставания развяжет себе руки. Вот часто бывает, когда боец бежит помогать с черепахой на голдлайн. Твой противник оповестит команду, что ты свалил, они будут знать, что идет подкрепление, и у вас все шансы отдать черепаху по вине, например, лесника. Да вдобавок, отдать башню по твоей вине. Оно тебе надо? Оно тебе не надо. И, наконец, очень распространенная ошибка. Излишняя самоуверенность. Когда игроки, охренев от своей безнаказанности, лезут во все файты, и в какой-то момент банально теряют свое преимущество. Часто такое видел. Часто сам так делал. Вот как бывает, вы доминируете, расслабились и не развалили трон. Убились под башнями или под самим троном. Противник собрался силами и развалил кабины вам. А все потому, что вы начали бегать поодиночке. Что позволило врагу выиграть бой. Да, такая вот попа боль часто посещает и меня. Найти себе психолога, что ли? Не расслабляйся и относись к игре в ранге с полной серьезностью. А на этом все. Береги себя и скоро увидимся. Пока-пока.